Каждому огороднику хочется получить первые плоды помидоров как можно раньше. Всегда приятно сорвать красненькую помидорку и потом уже ее использовать. Как это делается? Есть два способа. Оба способа я использую. Во-первых, часть семян толстого джека я сею пораньше, еще где-то в конце января, в начале февраля. И вот на рассаду. И вот эта рассада растет, она естественно намного раньше растет, чем обычный посев рассады. А обычный посев это делается в конце марта только, потому что раньше высаживать просто готовую рассаду в грунт у нас нельзя. Она перерастет. И вот эти помидоры, посеянные в это раннее время, они потом как чуть-чуть рассада подрастет, я их рассаживаю в вазоны. В вазоны. Есть такие специальные вазоны, они примерно литров по 5. И вот в этих вазонах эти помидоры растут и начинают свисти. Сначала на лоджии, там они уже начинают даже завязывать первые маленькие плоды. Потом я эти помидоры в вазонах перевожу сюда на дачу, на участок. И здесь они до самого конца тоже растут в вазонах. И плодоносить они начинают очень рано. В этом сезоне я собрал уже штук 20, наверное, таких помидорок. Начали они самые первые поспевать где-то в середине июня. То есть по сию пору еще поспевают. Таких помидоров у меня немного, потому что довольно неудобно эти вазоны перевозить и так далее. Но однако спелые плоды в такое раннее время себя оправдывают. Это первый способ. Ранние помидорки, выращиваемые в вазонах, они поспевают и раньше. То есть где-то в середине июня уже начинаются первые плоды. Я уже снял плодов 15-20 вот с этих помидорок. То есть сейчас уже начало июля. То есть можно сказать, что плодоношение помидорок в вазонах, это тоже сорт детерминатный толстый джек, оно уже практически заканчивается. Вот осталось всего немножечко плодов. Ну может еще что-то вот завяжется цветки. Ну уже видно, что кустик этот плодоносить заканчивает, потому что это детерминатный сорт ограниченного роста. Второй способ, он немного отличается. В этом случае также помидоры я сею очень рано, ну так же как и в вазонах. Потом, когда подходит время, я их пересаживаю не в вазоны, а в специальные емкости, большие. Ну емкости большие, где-то примерно литра по 4. Ну вот такие емкости. Есть у меня ролики на этот счет, можно там посмотреть. И вот они растут в вазонах до момента высадки всех моих обычных рассадных помидоров в грунт. Высаживаю я помидоры в грунт где-то примерно, ну в конце мая, вот и то под укрытие, поскольку у нас очень часто и заморозки. И вот я их высаживаю вместе с обычными рассадными помидорами. Разница только в том, поскольку эти помидоры посеяны гораздо раньше, то уже к моменту высадки на них довольно крупная уже зависть. И если аккуратно их высаживать, я высаживаю их стараясь очень аккуратно, чтобы не повредить, потому что уже зависть, корни повреждать нельзя. Я их аккуратненько, эти емкости разрезаю. Их у меня много накапливается, это 5-литровые емкости из-под питьевой воды, ну из-под масла даже можно использовать. И аккуратненько пересаживаю их в грунт. И естественно, они намного опережают обычные рассадные помидоры. По крайней мере на месяц раньше поспевают на них воды помидоров. Это в открытом грунте. Ранние помидорки, растущие в открытом грунте, начали понемногу поспевать. Вот уже несколько спелых плодов. Это сорт постпеджек. Обычно я их снимаю в таком виде бланжевыми. Доспеют они дома. В грунт вот эти помидоры высаживаются одновременно с обычными, с рассадными. Только на них уже к моменту высадки уже довольно большая зависть. И вот они поспевают естественно тоже раньше. Это удобно. Полакомиться спелыми помидорками в открытом грунте в нашей местности в июне. Это очень приятно. А вот грядочка. Дальше растут обычные детерминатные помидоры. На них еще, конечно, просто только зависть. До поспевания очень далеко. Как минимум месяц. Не меньше. Потом только они начнут поспевать, в отличие от этих. Для этого я выращиваю небольшое количество таких помидоров. И вот таким образом можно получить первые плоды помидоров. Даже в довольно сложной местности, вот как у нас. Заморозки до 15 июня бывают. Довольно рано. Это очень приятно, хотя немного хлопотно. Возиться и с лазонами, с 5-литровыми, и с емкостями 4-литровыми. Ну, в принципе, не так уж это сложно. Перевезти на машине сюда, на дачу. И здесь уже потом с ними разбираться. Это большого труда не представляет. Однако, сейчас, вот начало июля, еще вот эти помидоры поспевают. И их очень хорошо использовать. Хотя, до урожая еще основных, наверное, красадных помидоров, еще очень долго. Они будут поспевать только, наверное, через месяц. На них еще только-только зависть. Вот таким, ну, немного трудоемким, может быть, но несложным способом, можно получить ранние помидоры, уже спелые помидоры, в открытом грунте, в нашей местности. Сибирь, Барнаул, напомню. Ну, а в других местах, естественно, это делать можно так же.